Это программа «Игра в классике». Программа о людях, которые играют в игры и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. 16 февраля 1831 года в селе Горохово Орловской губернии родился Николай Семенович Лесков. Самый русский из всех русских писателей. Это не мое определение, а определение Льва Николаевича Толстого. Ему, как вы понимаете, можно верить. И вместе с тем, возможно, Лесков самый непрочитанный, самый недооцененный из наших писателей. Ну вот смотрите, не случайно его первая полная биография, которая вышла в прошлом году, называется «Празеванный гений». Определение поэта Игоря Северянина очень точное определение. Казалось бы, очевидная несправедливость. Однако в этом есть своя внутренняя логика. В общем, друзья, давайте разбираться. Долгое время Лескова действительно отодвигали от первых рядов русской литературы. Он и сам был, ну скажем так, на современный манер не тусовщик. Держался сам по себе, и при этом у него был очень тяжелый желчный характер, который прежде всего испытал на себе его сын Андрей, который позднее стал биографом отца. И пусть о Лескове восторженно говорили Достоевский, Горький, Чехов, Нагибин. Но публика то ли не захотела, то ли не смогла своевременно прочесть творчество Николая Семеновича. И тем актуальнее, и тем важнее. Вот в чем фокус, почему мы и говорим об этом сегодня, звучит наследие Лескова сегодня. Ведь не случайно, опять же, Толстой называл его писателем будущего. То есть, по факту получается, что писателем нашего с вами настоящего. Вот в чем парадокс, опять же, и в чем величие в своем роде. Когда Лесков, ну очень грубо говоря, двигается из ряда, из третьего ряда русских писателей в ряд первый. И, к счастью, он уже там находится. Находится вполне заслуженно. Меж тем, его тогда более известные, во времена Лескова, более известные маститые современники, вроде Писемского, к примеру, к сожалению, уже стали пыльной историей. А Лесков, наоборот, все больше и больше обрастает популярностью. Уж простите меня за это словцо. Хотя, опять же, тут надо понимать, что русская литература очень молодая литература. Ну вот смотрите, между днем рождения Александра Сергеевича Пушкина и днем рождения Андрея Платонова всего один век. Но сколько величия, сколько открытий, сколько прорывов уместилось в этот, казалось бы, небольшой век. Вот и вместе с Лесковым творили Достоевский, Толстой, Чехов, Тургенев. Какие имена! Остается только восхищаться. Однако и в этом совершенно феноменальном ряду Лесков абсолютно, я бы сказал, возвышенно самобытен. И дело тут не только в совершенно особенном языке. Это образцовая, ни на что не похожая, насыщенная русская речь, по которой узнаешь сразу Николая Семеновича. Как писал Вольтер, человек это стиль. Так вот, у Лескова был свой, абсолютно ни на что не похожий стиль. И при этом в Лескове нет, ну я не знаю, мистических метаний Достоевского, каких-то религиозных терзаний Толстого. Всего этого нет, потому что Лесков абсолютно психологически устойчив. Я бы так сказал, психологически устойчив. Он ясно смотрит на мир, на героев этого мира, на людей в этом мире. И потому дает их цельную картину. Люди у Лескова целостные, русские люди. И вот тут можно выдвинуть такое предположение, мысль, что Лесков это, если угодно, обратная сторона Достоевского, его как бы другая ипостась. Ведь смотрите, Федор Михайлович действует как хирург, он даже подчас как патологоанатом действует, да, то есть препарирует, скрывает, обнажает нутро. А Лесков, наоборот, это своего рода терапевт, который старается полностью сохранить человека. Но так же, как и Федор Михайлович, блестяще раскрывает его. Чего я это все говорю? Знаете, вот переходя на современность, знаете, меня удивляют люди, которые ищут ответы у коучей, у тренеров, у каких-то гуру. Ведь на самом деле достаточно просто открыть Лескова, как бы это сейчас не прозвучало, открыть книгу Лескова и прочитать буквально все о самом себе. Да, согласен, что сделать, может быть, современному человеку это не так и просто. Для того нужно отрегулировать в себе какие-то определенные настройки, скажем так, аппарат понимания. Но поверьте, если вы это сделаете или попробуйте хотя бы сделать, то вас ждут чудесные открытия. Потому что Лесков, он заглядывает прямо в русского человека, в русское как явление и проникает в саму его суть. И он делает это не с господских, не с простецки народных позиций. Он делает это так, как единственное и нужно делать. И только у него это получается блестяще. Потому что Лесков свой, родной и все понимающий. Вот знаете, во времена Холодной войны американцы создавали целые институты на учреждения по изучению Федора Михайловича Достоевского, его творчества. Так Запад, коллективный Запад, США прежде всего, старались понять русскую душу, русский мир, а соответственно изучить своего врага. Это правильно на самом деле, потому что действительно Федор Михайлович, как я уже говорил в одной из своих передач, это наш национальный архетип. Однако точно так же, как ЦРУ, специнститут изучали Достоевского, они должны были штудировать наследие Лескова. Ведь, вот знаете, русские музеи это не только здания с крупнейшим собранием российского искусства в мире, но это в первую очередь полное собрание сочинений Николая Лескова. В нем все наши характеры, архетипы, достижения, недостатки, чаяния, смыслы. Вот Лесков, он смотрит на русского человека любяще, но вместе с тем справедливо. Смотрит, как я уже говорил, ясно. Он вдохновляется русским, но при этом не ждите от Лескова какого-то елейно-ванильного тона, какого-то лубочного антуража. Нет, Лесков, он подчас убийственно сатиричен. Он практически до жестокости беспощаден в своих оценках. Но вместе с тем, вот, казалось бы, парадокс, он всегда неизменно нежен, трепетен по отношению к своему народу. И, безусловно, эпичен. Я бы сказал по-древнегречески эпичен. Это любовь абсолютная, любовь всеобъемлющая, но в то же время любовь справедливая и любовь все понимающая. Потому что сам русский человек, и Лесков понимает это блестяще. Сам русский человек, он очень разный. Он подчас парадоксальный, не поддающийся схемам, методичкам. Этот человек, как сказал уже позднее Пастернак, поражение от победы сам не может отличать. Вот знаете, возможно, зритель у экрана подумает, ну, 2022 год, гаджеты, Илон Маск, Эппл. При чем тут Лесков? Друзья, ошибкой было бы думать, полагать, будто что-то изменилось. Да, конечно, жизнь несколько поменяла свои формы, компьютеризировалась. Однако в сути, в своей экзистенции, если угодно, жизнь осталась все той же, Лесковской. И очарованный странник, этот гениальный текст Лескова, по-прежнему великий, если не главный, одновременно прекрасный и страшный портрет русского человека. И никуда не исчез купец из рассказа «Чертогон». Этот купец всю ночь кутит, а утром замаливает грехи. Это вообще очень, знаете ли, по-русски. Никуда не исчезла одержимая страстью леди Макбет Мценского уезда. Никуда не исчезла. И, конечно, никуда не исчезла муштра, несправедливость, социальная несправедливость, вроде той, что показано Лесковым в рассказе «Человек на часах». Наверное, этот рассказ сегодня предельно актуален. Не исчезла церковная жизнь, спаянная с государством. И вот, знаете, последнее для Лескова было особенно важным. Особенно важным, подчеркиваю. Он всю жизнь искал чистоту веры. Изучавшись с детских лет Библию, восхищенный православием, написавший первое, это, кстати, феноменально и удивительно по-своему, первое и единственное произведение русской литературы о священниках, этот гениальный текст «Соборяне», Лесков всю жизнь не мог примириться с пороками, червоточинами, церкви как института, русской церкви. И позднее Юрий Нагибин назовет Лескова ересиархом. Это очень точное определение. И вот, собственно, поэтому в свое время, в том числе и поэтому, поправлю себя, Лесков и был принят, хотя сейчас это звучит как нонсенс, но он был принят демократами, прогрессистами, либералами в то время, то есть новыми людьми. Они сначала приветствовали его, а после все крутанулось на 180 градусов. И тут, конечно, дело не в романах никуда и на ножах, где Николай Семенович критически выступил, очень критически, против тех самых новых людей. И, к слову, романах не самых выдающихся, надо сказать, но все-таки Лесков был, на мой взгляд, невеликий романист. Но вот подобное стало лишь поводом для отторжения Лескова. Так, а как так получилось, что Николая Семеновича, в принципе, постарались изъять из литературы? Выталкивали оттуда его, выталкивали на протяжении десятков лет. А вот, знаете, главная причина в том, что Лесков всю свою жизнь искал, выкристаллизовал подлинно русскую. Вот именно так. Он искал то, что делает человека русским не по крови, не по праву рождения, а русским метакультурным. И вот когда Лесков к этой сути подбирался, остальные, что называется, вздрагивали. Вот, собственно, как в одном из рассказов Николая Семеновича, да, скажи правду. Правду переспрашивает? Правду. Правда-то ночь брат босиком ходит, да брюха под спиной носит. Вот так вот. И при этом Николая Семеновича Лескова, конечно, ни в коем разе нельзя отнести к тому или иному лагерю. Не случайно Антон Павлович Чехов говорит о нем так. Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа Растригум. Действительно, величие, одновременно проклятие Николая Лескова в том, что он стоит совершеннейшим особняком, стоит сам по себе. И тем интереснее было бы, ну, помечтаем, отношение к Лескову сегодня. Сегодня, когда все разделились на лагеря и слышат мнения исключительно своих, не вправе давать альтернативную, какую-то независимую картинку. Это хороший вопрос. С кем был бы Лесков сейчас? Был ли он вообще с кем-то? И какими оказались бы его произведения? Интересный вопрос. И точно так же особняком стоит русский человек в мировом пространстве. Подлинно русский человек. И он, несмотря на тысячелетнюю историю, по-прежнему ищет себя. Потому что он раздираем ересями, революциями, ложь его тянут то на запад, то на восток, то еще куда-то. И точно так же ищет себя и Россия. Все более и более превращаемая в нечто на себя не похоже. Впрочем, так уже было, друзья. И вот тем важнее сегодня Лесков. Потому что, да, он писатель будущего. Не только потому, что его предстоит нам прочесть, но и потому, что Россия, которую он искал, искал вместе с нами, она на самом деле не здесь. Ее время пока что не пришло. Придет ли? Хороший вопрос. Но это вопрос не только о прочтении, может быть, и не столько о прочтении гениальной литературы, сколько о созидании страны и народа в целом. Потому что, если не будет этой настоящей Лесковской, если угодно, России, то не будет никакой России в принципе. Об этом, собственно, и писал Николай Семенович Лесков. Это была программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. И Лескову особенно. Удачи вам, любви и, конечно, терпения.